Я вас приветствую, дорогие мои подписчики У нас уже что-то такое больше 6 тысяч Сегодня 2 мая Я хотел бы обратиться именно к российской части моих подписчиков Судя по статистике, их как минимум половина У меня, например, уже пару дней кипит и подгорает во всех местах Позавчера прошел митинг в Москве за свободный интернет Против блокировок Телеграма Вчера прошел в Питере Так вот, я, честно говоря, немножко, мягко говоря, в замешательстве В Москве пришло от 7 до 12,5 тысяч человек Это 7500, по-моему, оценка МВД 12,5, это, по-моему, товарищи из белого счетчика насчитают Самый оптимистичный такой подсчет В Петербурге вообще мрак Там, конечно, людей можно немножко прости Был проливной дождь, но пришло 500 человек Ребята, вы с ума сошли, что ли, блин? Вы почему сидите дома? Вы ничего не понимаете, что ли? Вот вы чего ждете? У вас у кого-то есть какой-то, я не знаю, такой оптимистичный прогноз Да, что вот-вот сейчас дедушка отойдет Ему каких-то новых лекарств принесут Я про деду Вову сейчас говорю И его отпустят, и он вам все снова разрешит? Ничего подобного не будет Вы думаете, телеграммом все ограничится? Нет, не ограничится Вот давайте так Я сейчас вообще даже не буду трогать ваши там политические пристрастия Или наоборот, вы все такие, знаете Вас политика не интересует Вы не занимаетесь политикой Это все, знаете, это все без вас как-то существует Вот, это без вас существует Сейчас закроют телеграмм Как вы думаете, сколько проживут остальные мессенджеры? Когда вдруг обнаружится, что террористы пользуются еще и вайбером, ватсапом До конца этого года или на следующем закроют? Как вы думаете? А потом вдруг выяснится, что и фейсбук-мессенджер тоже такой неправильный Да вообще весь фейсбук Ему же давали время Вы не помните про закон Яровой вообще? О том, что все иностранные Как это называть? Распространители информации, как они называются То есть это все мессенджеры, все социальные сети Должны разместить сервера на территории Российской Федерации Вы забыли, что все более-менее нормальные сервисы на это дело просто положили И никто не стал этого делать Так вот, я вам рассказываю После того, как вы не пришли на митинги за свободный интернет За согласованные митинги 7 тысяч человек в одном В Москве Где живет 12,5 миллионов человек Пришло максимум 12,5 тысяч Это 1,1 процента Вы с ума сошли? Ничего хорошего В ближайшие там годы В России не будет Ну Хорошо, давайте так Это мое мнение, да Если вдруг кто не согласен, пишите в комментариях Мне очень интересно на самом деле Давайте даже так Если у вас есть хоть какой-нибудь оптимистичный сценарий Напишите его Мне просто, мне реально очень интересно Я, так скажем, для собственной проверки Не знаю, адекватности своей Мне кажется, YouTube закроет ровно с теми же формулировками Что также используется как площадка для террористов Площадка для антироссийских элементов всяких Скажут У вас есть альтернативная площадка Рутуб Поэтому, пожалуйста, не выебывайтесь Заходите в интернет через госуслуги Через предварительную верификацию С проверкой паспорта С мобильного телефона А также привязка IP-адреса К вашим адресу регистрации И вперед Причем там вы увидите уже Не там каких-нибудь ваших Любимых блогеров Будут пропутинские Такие вот В основном Глашатые Очередные Которые будут Делать выпуски В основном На тему таких вариаций Новостных Выпусков Где и так Уже там Сколько? Года Два уже идет Сплошняком Сирии и Украины Ребята, у вас есть второй шанс Выйти Показать, что вы Не согласны Со всеми этими решениями 5 мая На главных Улицах Ваших городов Будет акция Которая будет называться Он вам не царь Вы как угодно можете Относиться к Навальному Да Там Кто-то может его любит Кто не любит Но я считаю так Даже если Вы считаете, что он вам враг В данной ситуации Враг моего врага Мой друг В данном случае Вы выходите Еще раз повторяю За ваш любимый Ютуб За ваши любимые Сервисы в интернете 5 мая В 2 часа дня Москва Это Пушкинская площадь И Тверская улица Санкт-Петербург Это Дворцовая площадь Насколько я помню Под видео Я размещу Список других городов Где И в какое время Будут Проводиться Эти акции По крайней мере Вы сможете Выйти Не в одиночку Это гораздо Спокойнее Вы себя будете чувствовать Не будете сильно бояться Ну а если у вас Хотя бы Если у вас Жуткий страх Опять же Ниже будут Размещены ссылки На плакаты И на листовки Хотя бы Сделайте минимум Распечатайте дома Эти листовки И расклейте их В соседних подъездах Позовите туда тех Кто возможно Не так сильно боится Как вы А лучше сделать это Конечно Обе части Да Вечерком Расклеить Значит Листовочки О днем На следующий день Пойти Сходить На эту акцию Он нам не царь Давайте Прямо скажем У всех наших проблем Одно имя Это Путин Дедушка съехал башкой Он пересрался Со всем цивилизованным миром Он нападает На соседние страны Делит их Отрезает куски Присоединяет К своей территории Убивает Убивает Десятками тысяч людей И я сейчас говорю Не только про Сирию Да Но и про Украину Никто в мире Не хочет общаться С убийцей Лжецом И диктатором Поэтому Вот Вот с этим человеком Нам точно не по пути Мы вряд ли сейчас Его сможем Там Свергнуть Да Или там Как-то сильно напугать Но все Зависит от вас Чем больше народа выйдет Чем больше Вы знаете Вот когда Я не знаю Там как у вас В городах Но вот в Москве Постоянно Сверху Такой Баражирует Вертолет Да Его основная задача Считать И они сидят в Кремле И считают Сколько вас там пришло Это единственная Связь С этой вертикалию Которая у нас осталась Если вот так же Объявляется Согласовывается Митинг За свободный интернет И на него никто не приходит Я еще раз повторяю 0,1% Для Москвы Это полная ерунда Это полнейшая Блять Херня Вы что С ума сошли Что Я говорю Даже если вы Не пользуетесь Этим Телеграм Бог с ним Есть такой человек Не говоря Как сказать Он жил Он умер В 1984 году Пастор Мартин Немеллер Так вот Ему принадлежат слова Такие Он произнес их В 1937 году В Германии Когда нацисты Пришли за коммунистами Я молчал Я же не коммунист Потом они пришли За социал-демократами Я молчал Я же не социал-демократ Потом они пришли За профсоюзными деятелями Я молчал Я же не член профсоюза Потом они пришли За евреями Я молчал Я же не еврей А потом они пришли За мной Не было никого Кто бы мог протестовать Уже против этого Вот вы сейчас Делаете то же самое Так как вы постоянно Говорите А телеграм Черт с ним Остался Ватсап Вайбер Ватсап Вайбера Останется жить До конца года Поверьте мне Если никто не будет Выступать против Если вы все так же В таком же количестве Будете выходить У вас не будет ничего У вас отберут все Если вы не поняли То Путин Не собирается Ничего делать Для вас Хорошего Он хорошо Делает только для себя И своих друзей Чтобы они жили Богато Спокойно И главное Долго А для вас Да кстати Вы в курсе Что 1 мая Китай Отменил все пошлины На ввоз лекарств Против рака Да Потому что в Китае Им не все равно В коммунистическом Можно сказать Китае Да Им не все равно Насчет Жизни Каждого из полутора Миллиардов Китайцев Что делает Россия В эти же дни Она запрещает Полностью Ввоз Иностранных Лекарств Они собираются Кормить вас Лечить вас Как выступил Господин Лисовский Товарищ Который Подозревается Один из Подозреваемых В убийстве Листьева Да Он вам предложил В качестве Альтернативы Если у меня память Не извиняет Марганцовку Подорожник По-моему А потомок Толстого Я думаю Что от которого Лев Толстой Просто Вращается В гробу Как на гриле Он Сказал Что В качестве Лекарств Очень хорошо Использовать Кору дуба И Боярышник Да давайте Так Вот опять же Напишите В комментариях Если вы Припомните Какой-то Хороший Закон За последние Десять лет Хороший Я имею ввиду С точки зрения Что это Какое-то Благо Для Народа Для Россиян Может быть Для Какой-то Группы Конкретной Естественно Я не имею Ввиду Депутатов И правительства Таких-то Я сам Вам Вагоны Маленькую Тележку Насобираю А вот Для простых Людей Для народа Вот Есть Такие Законы Какие-то Думаю Что-то Такое Принимало Путин Что-то Такое Подписывал Или нет Еще раз Повторяю Ребята Лучше Не будет Будет Только Хуже Как Быстро Это Хуже Придет Зависит Только От вас Выйдет Вас Немножечко Хотя Возможно Вы Отодвинете Этот срок Там На Несколько Месяцев Выйдет Чуть Побольше Возможно Вы Этот Процесс Тоже Остановите Возможно Они Скажут Да Черт С ним С Этим Телеграм Черт С Этим Интернет Нам Вот Так Хватает Телевизора Оболванивать Народ Ребята Давайте Я буду Подытоживать Иначе Опять Видео Длинное Получается Если Вам Все Надоело Вот Это Запретительство Если Вы Так Ж Как Я Переживаете За Будущее Российского Интернета Если Вы А Да Еще Еще Одно Одно Замечание Может Быть Вы Думаете Вы Самые Хитренькие Потому Что Вы Знаете Что Такое VPN Вы Просто Наверное Думаете А Эти Дедули Главный Дедули Дедули Которые С ним Там Вместе Они Они Тоже Как Сказать Вон Как Дуров Там Их Дурят Да Они Телеграм Уже Там Неделями Перекрыть Не Могут А Он Работает Все IP Адрес Миллионами Блокирует А мы Это Просто Вдарим Мы В VPN Включим Да И Все И Все У нас Будет Доступно Да Это Такая Очередная Ступень Такой Внутренней Миграции Вот Вы Будете Из Себя Из Внутри Такие Виртуальные Частные Значит Каналы Создавать В интернет Такие Закрытые Да Ребята Я Конечно Не Ванга Но Я Вам Обещаю Что Как Только Вы Пропустите Еще Раз Говорю Вот Эти Удары По Телеграмму Вайберу Ватсапу Фейсбуку Да И Согласитесь На их Альтернативу Типа Вот Этой Вот Такой Общей КГБ Базы В которой Информацию Актуальную Даете Вы Сами Да Это Вконтакте Одноклассники Да Так Вот Если Как Только Вы Все Это Пропустите Значит Скажете А Я Там Все Это Випенчиками Обойду Да Да Ерунда Это Все Ребята Следующий Будет Шаг Они Ведут Уголовную Ответственность За Использование Випен Прежде всего Уголовная Ответственность Будет За Предоставление Таких Услуг А Второй Пункт Будет За Использование Ребят Выходить Надо Выходите 5 Мая Еще раз Повторю Москва Это Тверская Улица И Пушкинская Площадь 14 часов По Московскому времени И Санкт-Петербург Дворцовая Площадь Остальные Адреса Будут Под Видео Нам Нужно Обязательно Дать Понять Что Мы Не Согласны С Ограничениями С Ограничениями Такими В интернете Мы Должны Сказать Что Путин Нам Не Царь Мы Ему Не Крепостные Крепостное Право Отменили В 1861 Году Мы Все Хорошо Запомнили Это Школьного Курса Ребята Я Очень На Вас Надеюсь Еще Раз Призываю Вас Выходить Надеюсь Что В России Будет Свободный Интернет Надеюсь Что Это Будет Всегда Давайте Удачи Вам До Встречи А теперь Небольшой По скрипту Для тех Кто Любит Про Америку Послушать Есть Такая Я Просто В момент Когда Говорил Про Крепостное Право Поскольку Я Начал Обращаться К Разным Цитатам Хочу Еще Такую Вот Цитатку Вам Прочитать Есть Такой Документ В Америке Декларация Независимости Называется Приняли Ее 4 Июля 1776 Года Ровно С этой Даты Считается Рождение Соединенных Штатов Америки Потому что Подписали В тот Момент Декларацию Независимости 13 Штатов 4 Июля От этого День Независимости США Так вот Второй Абзац Я бы хотел Прочитать Из этой Декларации Независимости Там Начинается Мы Имеется Ввиду Те Кто Подписывали Эту Декларацию Мы Мы Исходим Из той Самоочевидной Истины Что Все Люди Созданы Равными И наделены Их Творцом Определенными Неотчуждаемыми Правами К числу Которых Относится Жизнь Свобода И стремление К счастью Для Обеспечения Этих Прав Людьми Учреждаются Правительства Черпающие Свои Законные Полномочия Из Согласия Управляемых В случае Если Какая Либо Форма Правительства Становится Губительной Для Самих Этих Целей Народ Имеет Право Изменить Или Упразднить Ее И учредить Новое Правительство Основанное На таких Принципах И формах Организации Власти Которые Ему Представляются Наилучшим Обеспечат Людям Безопасность И Счастье Разумеется Благоразумие Требует Чтобы Правительство Установлено С давних Пор Не Менялись Бы Под влиянием Несущественных И быстротечных Обстоятельств Это же не наш Случай Правильно Товарищ 19-й год Сидит И только что Избрался Еще на 6 Соответственно Весь опыт Прошлого Подтверждает Что люди Склонны Скорее Сносить Пороки До тех Пор Пока Их Можно Терпеть Нежели Использовать Своё Право Упразднять Правительственные Формы Ставших Для них Привычными Но когда Длинный ряд Злоупотреблений И насилий Неизменно Подчиненные Одной и той же Цели Свидетельствуют О коварном Замысле Вынудить народ Смириться С неограниченным Деспотизмом Свержение Такого Правительства И создание Новых Гарантий Безопасности На будущее Становится Правом И обязанностью Народа 1776 Год За 85 До Отмены Крепостного Права В Российской Империи